Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следователи МВД России. Служба образовалась 55 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года, который передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД. Сегодня на их долю приходится 85% уголовных дел, находящихся в производстве всех следственных органов страны. Айрат Назипов целый день провел со следователем и узнал, чем и как живут люди этой профессии. Ирина Филиппова, старший следователь отдела полиции Гвардейские. О такой работе не мечтала, да и о чем мечтать. Рабочий день почти ненормированный, сильная загруженность, обед, если сильно повезет. Личного времени почти нет, при этом колоссальная ответственность. Каждое дело судьбы людей. Точно, скорее всего, от 23 до 27 комплекта там было. На улице Файзи неизвестные похитили металлические леса. Ущерб оценивается несколько сотен тысяч рублей. В полицию обратились далеко не сразу. Работа у следователя сильно прибавится. Насколько, зависит от того, что обнаружат на месте преступления. Фиксация, изъятие следов, смеси посохления. Как раз таки до момента того, пока их уничтожат. Но в это время следственную оперативную группу уже ждут в другом месте. В машине нашли сверток с подозрительным веществом, оружие и патроны. Четыре, пять, шесть. По предварительной версии, во время проверки документов пассажир что-то выбросил. Похожее вещество чуть позже нашли в багажнике. Зеленый слой, как число, насыщенный в пассажине. Затем, по каждому случаю, если есть основания, возбуждается уголовное дело, которое надо довести до конца. К слову, первое дело Ирина помнит, как сейчас. Мое первое дело, это была кража с автомашины. Мне, в принципе, просто его дали, сказали, на, почитай, изучи. И потом сказали, а слушай-ка, давай, может быть, ты направишь это дело. Тебе же оно понравилось, посмотрела, почитала. В принципе, спустя, наверное, один месяц я закончила. Стала следователем говорить случайно, по направлению после окончания Казанского юридического института. Мой первый день, это было, помню, 28 июля 2015 года, я пришла сюда, я думала, куда я попала. То есть все что-то суетятся, бегают. Теперь, говорит, понимает, что это не работа, это образ жизни. Поэтому и даже в отпуске думает о нераскрытых пока делах. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Константин Бушуев и Адель Мулахметов. Вызов 112.